Дорогие друзья, всем привет! С вами я, Катерина Бочкарева, мастер лозоплетения из питомника Тверская Ива. Дорогие друзья, буквально вчера я проводила интереснейший опрос. Угадай название сорта. Было представлено 4 сорта. Сейчас они находятся за мной. И вы должны были угадать их правильные названия. Сегодня хочу подвести итоги этого конкурса. Дорогие друзья, это видео с конкурсом, с опросом было опубликовано во всех моих социальных сетях. Вконтакте на личной страничке, в моих двух группах Вконтакте, также на личной страничке в Одноклассниках, на моем канале YouTube, на моем канале Яндекс.Дзем и также на канале в Телеграм, на моем молодом канале в Телеграм. Дорогие друзья, я с огромным удовольствием наблюдала за тем, как вы старательно, стремительно пытались угадывать правильные ответы, правильные названия сортов. И сегодня я очень многих людей хочу отметить своим вниманием и отметить подарками, поблагодарить вас за это. Но сначала, да, в начале нашего конкурса правильные ответы, все же вы должны узнать. И чтобы вам назвать правильные ответы, я каждый сорт, они сейчас за мной стоят сорта в той последовательности, в которой вы видели их на моем видео. Я сейчас каждый сорт по очереди возьму в руки и опишу краткие характеристики и назову его название. Первый сорт, друзья, который был представлен на видео. Этот сорт вам должен быть очень хорошо знаком по прошлогоднему, новогоднему моему конкурсу. Вы посмотрите, какая интереснейшая кора у этого сорта. Он очень красивый, насыщенный от оранжевого к желтому. Этот сорт Виталина Огненная. И очень многие, друзья, назвали правильный ответ буквально с первого раза. Неограниченное количество вы могли давать свои ответы, но очень многие сразу определили вот этот сорт. Это Виталина Огненная. Сорт хорош и для корзиночного плетения, и для плетения живых деревьев. И сейчас я вам хочу продемонстрировать гибкость этого сорта. Вот буквально я выбрала прутик из пучка. И сейчас посмотрим свойства гибкости. Вот затягиваем узелок. Видите, друзья, она складывается. Вот, складывается и не ломается. Сейчас попробую затянуть. Видите, узел полностью затянут. Вот, друзья, узел из сортовой ивы Виталина полностью затянут. Вот, это говорит о отличных свойствах гибкости этого сорта. Поэтому, друзья, я рекомендую всем для посадки один из моих любимых сортов. Сорт Виталина Огненная. Поэтому, друзья, все, кто назвал первый сорт названием Виталина Гибкая, тот был прав, тот угадал. Это замечательный сорт особой гибкости. Я его рекомендую всем для посадки. Приступим ко второму сорту. В руках у меня второй сорт, который был представлен на видео. Не сразу вам раскрою название. Хочу сказать, что многие называли его сортом Маяк 2. Если приглядеться внимательно, этот сорт достаточно не тонкий. Вот Маяк 2, если взять сорт, вот при такой длине, здесь примерно полтора метра, он Маяк 2 толщиной со спичку. Здесь же достаточно толстенькие, ровненькие прутики. Это не Маяк 2. Еще некоторые называли этот сорт Красноталом. Если сравнивать цвет коры, возможно, да, похож. Но у Краснотала есть особая характеристика. Это очень обильный налет сизого цвета на коре. Вот, например, в одной из моих работ, вот я хочу вам показать пример Краснотала. Этот сорт имеет насыщенный сизый налет на коре. И этот налет сохраняется, он никуда не исчезает на прутиках, даже в готовой работе. Поэтому, друзья, это не Краснотал. Правильное название этого сорта, друзья, Астролистная. Очень мало правильных ответов было именно по этому сорту. Но все же победители есть. И ни один человек. Продолжаем наблюдать за моим повествованием, друзья. Дорогие друзья, вы наверняка захотите, чтобы я вам продемонстрировала свойства гибкости этой сортовой ивы Астролистной. Я на ваших глазах это сейчас сделаю. Буквально выбираю первый попавшийся фрутик. Пучок откладываю в сторону. И на ваших глазах пробую завязать из этого сорта узел. Вообще, друзья, в нашем питомнике Тверская ива все сорта исключительны к гибкости. И исключительны они именно для плетения. Вот посмотрите. Узел затянуло идеально. Дорогие друзья, третий сорт на моем видео был представлен вот этот. Это сорт, правильное его название, литовский. Также многие называли, что это пурпурная ива. И, друзья, по моему многолетнему опыту, я выращивала и пурпурную, и литовскую. Они совершенно одинаковые. Поэтому правильным ответом под цифрой 3 сорт можно считать и литовский, и пурпурный. Очень много, друзья, было ответов, что это Каспийская. Действительно, литовский сорт и сорт Каспийская, они очень похожи. У них есть отличия, когда они находятся в период роста летом. То есть цвет коры у Каспийской более насыщенно бордовый. Цвет листа у Каспийской более насыщенно зеленый. У литовской все эти цвета более мягкие. То есть цвет коры более розоватый и цвет листа более бледный. В таком виде, когда пруд сортовой ивы литовской без листьев, он отличается от Каспийской цветом коры. У Каспийской кора из бордового уходит серый цвет. Здесь же цвет сохраняется такой коричневатый, желтоватый. Вот это сорт литовский. Поэтому, друзья, правильный ответ под номером 3 это сорт литовский, либо я принимаю ответ ваш пурпурная ива. И в изделии хочу вам продемонстрировать этот сорт. Выглядит вот так. Очень люблю комбинировать плетение чищенного прута и прута в коре. Вот посмотрите, как нарядно смотрится плетение комбинированное. Этот сорт выглядит так нарядно после опадения листьев в коре в моем комбинированном плетении. Это будет большая лежанка для домашнего питомца. И обратим внимание на четвертый сорт, который был представлен на моем видео. Вы посмотрите, какая яркая, зеленая кора, насыщенная у этого сорта. Друзья, это моя чистая американка гигантская. Без примесей, без чего-либо. И больше 10 лет я, Катерина Бочкарева, в нашем питомнике Тверская ива, такую именно американку гигантскую, выращиваю для ландшафтного плетения живых деревьев, изгородей, арок, беседок. Пример моих работ вы можете увидеть на просторах интернета. Этот сорт очень красивый, очень интересный. Друзья, поэтому правильный ответ под номером 4, это сортовая ива американка гигантская. С зеленым, очень красивым цветом коры. Можно посмотреть на изделиях. Вот он, цвет зеленый. В сухом виде, в высушенном виде, как смотрится в изделии комбинированным плетением с чищенным прутиком и прутиком зелененьким в коре. Здесь вот тоже несколько работ. Поэтому, друзья, хочу еще уделить один момент сорту американка гигантская. Вот вы видите небольшое изделие, и в этом изделии присутствует зеленый прутик моей сортовой ивушки американки гигантской. То есть, этот сорт, он универсальный. Он не только для ландшафтного плетения живых деревьев, изгородей, как я уже сказала, аркобеседок. В кусту сорта американка гигантская есть как толстые длинные прутья, так и короткие тоненькие прутья, которые выросли в тени этих толстых и длинных. И их мы используем для маленького, мелкого, интересного корзиночного плетения. И поэтому, друзья, этот сорт американка гигантская очень хорошо впишется своим зеленым настроением в ваши работы и добавит вашим изделиям привлекательности. Еще, друзья, черенки этого сорта американки в наличии до сих пор есть. Вы еще успеете сделать заказ. Итак, друзья, перед вами сейчас все четыре сорта. И повторим правильные ответы. Первый сорт Виталина Огненная, очень яркая, красивая, гибкая. Второй сорт Астролистная, тоже в гибкости не уступает сорту Виталина. Хороший универсальный сорт. Третий сорт, правильный ответ, это сорт Литовский, вариант Пурпурная, я тоже принимаю и подтверждаю. И четвертый сорт, это зелененькая красавица американка гигантская. Это правильные ответы, друзья. Хочу сказать сразу, что в нашем питомнике Тверская Ива в наличии посадочный материал, черенки всех этих интереснейших оригинальных сортов для посадки. И звоните, телефон вы видите на своем экране, вы можете позвонить, в любое время я готова принять ваш заказ. А сейчас, друзья, пора подвести итоги конкурса и назвать победителей. Поэтому я воспользуюсь подсказкой. По образованию я математик, поэтому строгий учет у меня везде и во всем. Люблю точность. Значит, победители у нас есть, друзья. И этих победителей три. На самом деле, еще вчера вечером одна уникальная подписчица сходу определила название сортов. Но я никакого внимания этому не придала, потому что не хотела останавливать ваш энтузиазм, ваше желание победить. И я это сделала намеренно для того, чтобы победителей было больше. Поэтому первый победитель. Это подписчица моя из телеграм-канала. Ник этой подписчицы Татьяна Валентиновна. Вы первый победитель и получаете в подарок 100 черенков сортовой ивы американки гигантской для посадки и самостоятельного выращивания. Обязательно я с вами свяжусь, возьму ваши контакты и отправлю вам ваш приз. Друзья, есть еще победители. Я очень была удивлена, и я с огромным удовольствием наблюдала за тем, как вы старательно пытались победить. Победитель. Второй человек, который правильно определил все четыре названия этих сортов ивушки, это Афимьина Наталья. Наталья, я вас поздравляю, вы моя подписчица. Также из телеграм-канала. Друзья, не замечаете такую фишку? Дорогие друзья, я обращаю ваше внимание, что уже второй победитель, и он является подписчиком моего телеграм-канала. А все неспроста, потому что в телеграм-канале я публикую намного больше информации о своих сортах, о своем плетении, о своем ремесле. И я рекомендую, друзья, вам подписываться на мой телеграм-канал. Ссылку вы сейчас тоже видите на экране, потому что в нем живут победители моих будущих конкурсов. Это я на 100% уверена. Наталья, еще раз вас поздравляю. И вы от меня получаете также 100 черенков американки гигантской в подарок доставка посылки за мой счет. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Мы договоримся о доставке. Дорогие друзья, и третий победитель тоже есть. Я решила, пусть будет у нас больше победителей. И дала возможность выиграть еще третьему человеку, который тоже верно определил название все четыре. Правильно, нашей сортовой ивушке. Это Оксана Петрова. Оксана играла в группе в моей ВКонтакте. Группа называется «Сортовая ива для плетения». И именно там Оксана Петрова оставила правильный ответ победителя. Я вас поздравляю, Оксана. Вам я также отправлю 100 черенков сортовой ивы американки гигантской для посадки. И инструкцию обязательно вложу в посылку по посадке. Доставка за мой счет. Поэтому, Оксана, буду ждать от вас сообщения. И свяжитесь со мной и заберите ваш подарок, ваш приз. Дорогие друзья, поэтому я хочу еще раз назвать всех трех победителей. Первый победитель Татьяна Валентиновна. Выиграла на моем канале в Телеграм. Второй победитель Афимьина Наталья. Тоже мой подписчик из канала в Телеграм. И третий победитель Оксана Петрова. Это мой подписчик из моей группы ВКонтакте «Сортовая ива для плетения». Друзья, вот именно вы получаете главные призы, которые были заявлены в этом опросе, в этом конкурсе, в этой викторине. Но, друзья, очень было огромное количество у меня подписчиков, желающих победить. И из них я хочу прямо самую первую выделить подписчица ВКонтакте Наталья Пышная. Наталья, вы меня поразили своим упорством. От вас поступило 26 попыток угадать. И вы в итоге выдали ответ с тремя правильными вариантами по названиям. Вителину вы угадали, пурпурную и американку. А второй сорт, австралистная, он вам так и не поддался. Он казался достаточно сложным. Но за ваше упорство я вас прям очень хочу выделить и подарить вам бесплатную доставку любого заказа, чтобы вы у меня не заказали. Будет у вас бесплатная доставка. И в подарок к этой доставке я вам потом дополнительно вложу еще какой-нибудь подарок от души, от себя. Друзья, еще 13 человек хочу отметить и подарить вам бесплатную доставку вашего заказа. Любого, что бы вы у меня не заказали, вы получаете от меня бесплатную доставку вашего заказа. И по списку в телеграм мои подписчики ник Юлия, Юлия Буксур. Это неоднократный победитель моих викторин, Юлия. Вы в этот раз тоже проявили особое упорство и угадали три сорта. Вителину, литовскую, американку. Вы молодец. Бесплатная доставка любого вашего заказа вам гарантирована. Следующий подписчик с ником Резеда. Последние четыре цифры номера телефона 1855. Вам я также дарю бесплатную доставку. Вы угадали Вителину, литовскую, американку. Третий человек из этого списка Полякова Татьяна. Угадали три сорта Вителину, литовскую, американку. Бесплатная доставка от меня тоже вам в подарок. Светлана в телеграмм ника, к сожалению, не увидела. И цифры телефона тоже не увидела. Но Светлана там я посмотрела. Там одна активно принимала участие. Угадала тоже три сорта Вителину, литовскую, американку. Светлана, вы молодец. Доставка любого вашего заказа от меня вам в подарок. Еще пятый человек из телеграмм-каналов. Видите, сколько в телеграмм-канале у нас таких стремительных людей, которые знают, что пишут, знают, что говорят. То есть информации в телеграмм много. Подписывайтесь, друзья. Пятый человек Чернеева Наталья Геннадьевна. Последние четыре цифры телефона 3350. Вы угадали Вителину, литовскую, американку. Опять же, вам я дарю бесплатную доставку любого вашего заказа. Дальше переходим в ВКонтакте к моим подписчикам. Про Наталью Пышную я уже отметила. Наталья, вы здесь у меня в первых рядах. Дальше. Следующий человек среди нас есть и мужчины. Алексей Смирнов угадал три названия из четырех. Вителину, литовскую, американку. Алексей молодец. Бесплатная доставка от меня вам в подарок любого вашего заказа. Следующая Валентина, мандзюк. Угадала три тоже сорта. Вителину, пурпурную, вы отметили, и американку. То есть, я как говорила ранее, литовская, пурпурная, одно и то же, ваш ответ принят. И вам я дарю, уважаемая Валентина, бесплатную доставку любого вашего заказа. Следующий человек из ВКонтакте, Наталья Ру. Не знаю, как правильно, Наталья Ру. Вы угадали три правильных названия. Вителину, литовскую, американку. От меня вам, Наталья, в подарок бесплатная доставка любого заказа. Продолжаю называть победителей. Те, кто получил от меня бесплатную доставку в подарок любого вашего заказа. Это не победители, да. Это моя вам симпатия и благодарность. Я даю вам бесплатную доставку любого вашего заказа, потому что вы угадали три названия из четырех. Это у нас Екатерина Усоева дальше. Екатерина, спасибо за ваш веселый комментарий. Да, действительно, мне удалось всех встряхнуть. Мне само это было интересно, мне понравилось. И я буду больше проводить таких викторин. Я для себя взяла это уже на заметочку. Екатерина, поздравляю. Вам дарю бесплатную доставку любого вашего заказа. Дальше, переходим в группу мою ВКонтакте. Группа называется «Лозоплетение, плетение из лозы». Там целых четыре человека, хочу отметить. Первое. Любовь Клиняева. Три ответа правильные ваши. Литовская, Виталина, Литовская Американка. Вы от меня получаете бесплатную доставку. Дальше. Наталья Сова. У вас тоже три ответа верных. Виталина, Литовская Американка. Поздравляю, Наталья. Вам тоже бесплатная доставка любого заказа. Дальше. Галина Поспелова. Вас хочу отметить. Вы молодец. Виталина, Литовская Американка. Вы четко все прописали. Но вот не хватило немножко, чуть-чуть до победы, чтобы вместо сорта «Маяк-2» вы указали, нужно было все-таки написать «Астролистный». «Маяк-2» более тонкий сорт. И, друзья, последний, 14-й человек, помимо наших трех супер-победителей, это Марина Шляхтова. Вы отгадали правильно три ответа. Виталина, Пурпурная вы назвали, и Американка. Второй сорт название, к сожалению, у вас было неправильное. Вы написали «Краснотал». Действительно, у «Краснотала» есть второе название. «Краснотал-Астролистная». Но в нашем случае это был не «Краснотал». Этот сорт без сизого налета на коре. Поэтому ответ «Краснотал» неправильный. Поздравляю всех победителей. Друзья, ну вот несмотря на то, что я заявляла, что будет один человек победителем, у нас оказалось с вами их целых 18 человек. Друзья, я не ошиблась, в «Одноклассниках» есть еще один человек, Светлана Рыбкина. Вы тоже угадали три правильных варианта, поэтому для вас тоже бесплатная доставка любого вашего заказа. Дорогие друзья, наш конкурс подошел к концу. И к нашему удивлению, к нашей радости, вместо одного заявленного мной победителя, у нас 18 человек получили от меня знаки внимания, и трое из них получили главные призы по 100 черенков сортовой ивы американки гигантской. Остальные 15 человек получили от меня бесплатную доставку любого вашего заказа в любое время. Спасибо, друзья, всем за участие. Спасибо за это вдохновение. Будем работать в таком же настрое. Всем желаю крепкого здоровья, добра, мира, творческого вдохновения. Летите, фантазируйте, пробуйте, не бойтесь, сажайте. Все будет так, как нужно. Даже если все, друзья, будет наоборот. Пробуйте, фантазируйте, все у вас получится. Все в ваших руках. Если у вас есть желание, все будет отлично. Дорогие друзья, еще раз хочу вам пожелать творческого вдохновения. С вами была Катерина Бочкарева, мастер лозоплетения из питомника Тверская Ива. И пусть ваши мечты сбываются. Участвуйте в моих конкурсах и побеждайте. Всем пока!